Место, Наталья Бардон, авто у нас все у нас. Честно, знаю, что вы очень много летаете, много путешествуете. В принципе, полет, он связан с вашей работой. Да. Но правда ли, что у вас аэрофобия? Да, это правда. Я думала, что я от нее избавилась и давала всем советы, но оказалась в самолете некой новой авиакомпании и поняла, что нет, что еще надо бороться. Вот, так что продолжаю искать всякие лайфхаки для того, чтобы избавляться от страхов. А вот и он, авиасимулятор знаменитого пассажирского лайнера Boeing 737. Любите летать? Вам сюда. Боитесь? Тем более сюда. Слушайте, он похож больше не на самолет, а на какую-то летающую тарелку. Тарелка, это правда. Ну что, пойдемте? Пойдем. Здравствуйте, Александр. Мария, очень приятно. Здравствуйте. Наташа. Итак, перед вами две аэрофобки. Сегодня, надеюсь, будем справляться с вашими страхами. Продолжительность сеанса полчаса. В роли командира воздушного судна Наталья Бордо. Второй пилот Александр Орлов. А кто идеальный пассажир, несложно догадаться. А пристегиваться вы будете? У нас в симуляторе нет ремней безопасности. Как мило. В симуляторе у нас пристегиваться необязательно. У нас кабина наклоняется не очень сильно. Поэтому безопасность этого не требует. Ну, с Богом в Нью-Йорк. Сейчас скорректируем нашу навигацию. На навигационном дисплее у нас появилось наше направление желаемое. У нас изображено розовой пунктирной линией. И также выставим высоту, которую будем набирать. Это будет у нас 2500 футов. Добавляйте тягу двигателям. Мы с вами оторвались от полосы. Можно убрать шасси. Тянем этот рычаг на себя. Переводим его в положение «А». Шасси убираются. И начинаем поворот налево до розовой пунктирной линии. По навигации? Да, по навигации. Какая красота! Важной составляющей эмоциональной встряски всех клиентов является она – тряска. У нас начинается турбулентность. Именно из-за нее некоторые люди и боятся летать. И вот лайфхак от профессионала в своем деле. Чтобы побороть страх, попробуйте для начала узнать, что же этот термин значит. Турбулентность на самом деле – это просто нестабильность воздуха, перепады давления небольшие. Турбулентность, в принципе, можно сравнить с ухабистой дорогой. Просто в данном случае это ухабы воздушные. Простым языком – кочки. В принципе, да. Можно сравнить с кочками. Музыка – еще один помощник в борьбе с аэрофобией. Включила себе в наушники любимый плейлист «И летишь 10 часов до Нью-Йорка». Но каким бы маршрут ни был в реальности, в искусственных условиях путешествие длится всего-навсего 30 минут. Зато аплодисменты при удачной посадке – ритуал везде обязательный. Летчики – как, в принципе, и их пассажиры. Народ суеверный. Мария Матвеева, Дмитрий Тужиков и Евгений Бертяев. Программа «В теме». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова